Перед лепкой глину необходимо подготовить, потому что когда она хранится, в ней образуются пузырьки воздуха, и мы разминаем ее для того, чтобы их убрать. С этого ценного совета начался мастер-класс по лепке из глины для пермской студентки Дианы Пинти. Освоить технику старинного вида рукоделия девушка мечтала еще с детства. Осуществить свое желание Диана смогла, посетив урок в только что открывшемся фестивальном доме на Эспланаде. Большая проблема современных горожан, в частности жителей Перми, заключается в том, что люди не способны делать что-то своими руками. Мы привыкли ходить в магазины, покупать одежду и пользоваться ей. Но существует большое количество разных способов делать это своими руками, и ценность вещей поднимается в разы для тебя самого, потому что ты сделал это сам. Посетить подобные уроки рукоделия может любой желающий. В фестивальном доме на Эспланаде ежедневно проходит одновременно 8 мастер-классов. Здесь учат валять из шерсти, шить текстильные украшения, изготавливать ювелирные изделия, расписывать дерево и многому другому. Также проходят занятия, на которых рассказывают о русских народных традициях, что, по мнению координатора площадки, несет большую пользу как для старшего, так и для подрастающего поколения. Потому что знать свои корни, знать что-то, что было до тебя, это все-таки такая основа для своего будущего, очень полезная. Тем более в последнее время мы это слишком часто забываем. И боюсь, что дети в свободном время, они даже могут не заинтересоваться этим. А здесь при живом контакте с мастером появляется живой интерес. На первом этаже фестивального дома расположилась уникальная фотовыставка, рассказывающая о важных исторических событиях нашего региона. Вот, например, на этой фотокарточке запечатлена крупнейшая предновогодняя ярмарка, проходившая в Перми в 1947 году на площади Акулова. А здесь улица Куйбышева, на которой летом того же года велись масштабные работы по благоустройству. Экспозиция повествует о культурных, политических, промышленных событиях, которые происходили в крае после Великой Октябрьской революции. Первым почетным гостем фотовыставки стал губернатор Пермского края Максим Решетников. Он отметил, подобные культурные мероприятия крайне полезны для расширения кругозора наших граждан. Видны этапы развития города, этапы развития края, да, какие объекты сдавались, что было. Потому что нам же кажется, что вот мост был всегда, а вот, а на самом деле это произошло там при жизни наших родителей. Большое будущее, по мнению главы региона, еще за одной площадкой фестивального дома с Казариумом, где всю зиму будут проходить различные образовательные лекции, спектакли и концерты. Только здесь у нас, по-моему, 180 лекций, вот только здесь, да, и выставок там тоже десятки и десятки. Проблема возникает, что хорошие выставки, обидно их просто убирать в запасники, да, то есть надо куда-то дальше, поэтому подумаем. И задача-то ведь у нас всегда была вовлечь весь край в этот процесс, да, не только Пермь, не только Эспланада, да, поэтому подумаем, как это все дальше и по краю как бы распространять. Программа мероприятий, выставок и мастер-классов фестивального дома, по словам организаторов, будет меняться каждую неделю. Расписание этих событий публикуется ежедневно в одноименной группе ВКонтакте. Кирилл Диев, Алексей Немтинов, телекомпания «Ветта».